В эти минуты в Сиховском райсуде Львова продолжают засчитывать приговор Андрею Слюсарчуку, известному как доктор Пи. Следствие обвиняет его в мошенничестве и незаконной врачебной практике. Как оказалось, гений нейрохирург на самом деле имел поддельные дипломы о медицинском образовании и научных степенях. Методы лечения привели к смерти нескольких человек. Сегодня обвиняемый слушал приговор, разрисовывая книгу фломастерами. Все подробности громкого судебного процесса в материале наших корреспондентов. Впервые об Андрее Слюсарчуке заговорили 10 лет назад, когда он продемонстрировал всей стране феноменальную память, установив рекорд по запоминанию числа Пи. Записывайте, 931, 730, 160, 1. После такого триумфа Слюсарчука приглашают на все телеканалы. Интерес к нему не утихает. Мы умели разработать такую себе карту pewnых алгоритмов немотехнических, куда эти блоки просто вишают. И если мне нужно, например, что-то для себя прояснить, то я сгадую. Дальше сверхсложная игра с компьютерной шахматной программой. А еще разносится слава о Слюсарчуке гении нейрохирургии. Десятки пациентов. Доктор Пи читает лекции во львовской политехнике. Получает наивысшие государственные награды, но вдруг заявляет о намерении выехать за границу. Львовские журналисты пытаются выяснить, почему. Тогда журналисты засомневались, что Слюсарчук гений. Провели расследование и были шокированы. Доктор Пи оперировал без медицинского образования. А еще из-за его лечения умирают люди. Именно Слюсарчука винит в смерти своего сына эта женщина. Больной умер сразу после операции. В ноябре 2011 года Слюсарчука задерживают. Слюсарчука обвиняют в незаконной врачебной деятельности, мошенничестве, подделке документов и преднамеренном нанесении тяжелых телесных повреждений. Допрошено более ста свидетелей. Сегодня в зал заседаний доктор Пи входит с улыбкой на лице. Пока судья зачитывает приговор, Слюсарчук забавляется. Я задоволен тем, что я заречу. Это дает мне возможность и апелляции, и касации, и европейский суд. Гособвинители просят для Слюсарчука до 8 лет лишения свободы. За время следствия, кроме мошенничества и подделки дипломов, правоохранители полностью доказали 5 эпизодов незаконной лечебной деятельности. Два из которых привели к летальному исходу. Михаил Колесников, Кристина Гошенко, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер. Львов.